Довольно часто помогают аббревиатуры для раздела HEAD. Например, тег-линк может задаваться в виде обычной аббревиатуры. И в таком случае у нас появляется обычный тег, с помощью которого можно указать href и сразу же подключить, например, файл style.css. И также здесь есть дополнительные возможности. Как и мы рассматривали на примере ссылок А, через двоеточие здесь могут указываться дополнительные варианты. Наиболее полезные из них могут быть CSS, который сразу же указывает в путь значения style.css. Если у вас файл называется именно так и лежит в том же каталоге, где HTML, это может быть очень удобно. Вы указываете link двоеточие CSS и сразу появляется вот такой вот готовый код. Также favicon. Очень полезная конструкция, которая сразу же указывает здесь все необходимые параметры для того, чтобы задать иконку сайта, которая будет отображаться на вкладке браузера. То есть здесь уже все установлено. Необходимо только прописать правильный путь в href. Если у вас иконка находится, например, в mg, то вы здесь добавляете img slash favicon. Также эта иконка, в принципе, может быть и в формате png с прозрачностью, поэтому не обязательно даже ее форматировать в ICO. Но, конечно, так будет более корректно. В некоторых ситуациях у вас может использоваться файл print.css, который необходим для печати, и работает с помощью медиазапросов. Поэтому для такого случая есть link двоеточие print. А в некоторых ситуациях вам может пригодиться link.rss. Как вы видите, здесь довольно много вариантов с одним только этим тегом, но используются из них лишь некоторые максимально часто, и другие применяются намного реже. Также можно использовать тег meta, который имеет дополнительные варианты аббревиатур. Например, используется чаще всего MetaDesk для того, чтобы создать описание сайта. MetaEdge для того, чтобы добавить вот такую вот строку с поддержкой браузеров Internet Explorer и Edge. Kw для того, чтобы создать MetaKwords, то есть ключевые слова. MetaUTF добавляет кодировку, и MetaViewport создает вот такое значение, которое у нас в принципе по умолчанию создает шаблон Emmet, но тем не менее вы также можете воспользоваться вручную. Эта строка нужна для того, чтобы ваш сайт масштабировался корректно на мобильных устройствах. И тем самым адаптивная версия вашего сайта будет корректно работать, если вы ее, конечно же, правильно настроите в файле style.css с помощью медиазапросов. Но эта строка также обязательна. Поэтому, как вы видите, три вот этих строки создаются сразу же в шаблоне, с кодировкой, поддержкой Internet Explorer и для адаптивной версии, поэтому они необходимы нам всегда. Также можно создавать тег style для того, чтобы писать стиль в HTML файле. И также у нас имеется тег скрипт просто и тег скрипт с двоеточием src. Таким образом, здесь сразу же будет атрибут src, который позволяет нам указать корректный путь до файла. Это немного сокращает время подключения JavaScript файлов. Продолжение следует...